Здравствуйте, репортеры программы «Республика» и я, Татьяна Трофимова, о главном в Чебоксарах, в Чувашии и за ее пределами. Сегодня в выпуске. Первый раз в первый класс в ноябре. Ремонт в некоторых школах не закончат ко дню знаний. Глава региона потребовал побыстрее водить кистью. Необычные жители в обычной квартире. Пока владелец жилья на заработках, в его квартире выросло осиное гнездо и коммунальный долг. Кто заплатит, когда никого нет? Какие шансы есть у вакцинированных получить по 100 тысяч рублей к Новому году? И что нужно, чтобы поучаствовать в лотерее от правительства страны? До начала учебного года меньше двух недель и ремонт в школах в повестке каждого дня. К первому сентября 90 учебных заведений республики с износом более 50% капитально ремонтируются. Меняются кровля, сантехника, внутренняя отделка. Школьники должны вернуться в обновленные классы. Как идут работы, где и почему отстают от графика. И каким образом будет организован учебный процесс, если строители не успеют. Сегодня лично выяснял глава Чувашии Олег Николаев. Наш репортер Татьяна Молокова заглянула в сметы ремонта. Сегодня начали. Вышка пришла. Пока стоит жара, нужно успеть завершить уличные работы. Новая кровля, отмостки. В этой школе в Тюрлиме Козловского района капитальный ремонт начался только полтора месяца назад. Завершить надо к 15 октября. 15 октября. Как у нас планеты? По плану. По плану, да. То есть из-за этого мы как бы уже идем на увеличение затрат всего в связи с фасадом. Наняли вышки, автовышки. Чтобы оперативно делать фасад не с лесов трубчатых, а с передвижных вышек. Теплую погоду, чтобы поймать и уличную работу хотя бы уйти вниз. Подражание стройматериалов уже общероссийская проблема ремонта не только школ, но и других социальных объектов. Так в некоторых регионах вообще говорят о провале всей программы. В Тюрлиминской школе подрядчик обещает уложиться в отведенный срок. Привлекает дополнительные силы. За свой счет. И все-таки до завершения ремонта начальные классы на полтора месяца переедут в соседнюю деревню. Старшие в дистанционном формате. Главное, ремонт закончат до заморозков. Когда мы начинали в целом такие масштабные ремонтно-строительные работы по 90 объектам образования, конечно же ожидали, что какая-то часть, скорее всего, выбьется из графика. И на сегодняшний день мы видим, что единицы школ имеют риски не начать учебный процесс с 1 сентября. Но при этом большинство начнут, преобразившись и получив новый облик, и соответствующим образом встретить детей с новым содержанием. В райцентре Козловка в средней школе номер 3 тоже стараются не выбиться из графика ремонта. Хотели бы, чтобы в сутках было 48 часов. Так подрядчик смог бы нагнать сроки. В начале лета он отставал на две недели. К концу сезона сроки нагоняет. По договору все работы должны быть закончены 25 августа. Но строители просят еще 5 дней. Обещают все завершить к 30-му, чтобы 1 сентября начался новый учебный год. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика, Козловский район. Минсельхоз Соединенных Штатов Америки своим прогнозом обрушил мировые цены на зерно. За неделю российская пшеница подорожала с 268 долларов до 295 за тонну. И это не предел, заявляют эксперты. При этом рост стоимости связывают не только с негативным прогнозом сельхозведомства США, но и плохим урожаем во многих регионах России. На юге страны лето выдалось дождливым, тогда как в центральной части и в Сибири наоборот засуха. Глава Чувашии Олег Николаев ответил репортеру Республики на вопрос о возможном дефиците зерна в регионе и перспективах подорожания хлебобулочных изделий в магазинах. Весной после сева были дожди, но во время, когда шло колоссование, когда шло формирование объема, я бы так сказал, массы зерновых культур, не было дождей. И поэтому мы фиксируем, что на сегодняшний день снижение и по урожайности, и по валовому сбору будет примерно на 30% ниже, чем в прошлом году. Но в целом этого достаточно для того, чтобы обеспечить основные потребности республики но и есть понимание того, где и сколько закупить зерна для того, чтобы наши хлебоперерабатывающие предприятия могли обеспечить свою деятельность на должном уровне, а самое главное, не допустить повышения цены на хлебобулочные изделия. Почти две сотни свиней уничтожат в Маргаушском районе Чувашии из-за обнаруженного очага африканской чумы. Глава региона призвал, цитирую, не делать шоу, снимая на гаджеты уничтожение поголовья скота. Тем временем люди уже начали получать компенсации за изъятых свиней. Репортеры республики об опасности инфекции задали вопросы руководителю государственной ветеринарной службы Чувашии. Африканский чума свиней для человека опасность не представляет. Это чисто видоспецифическое заболевание. Поражаются восприимчивые животные, домашние свиньи и дикие кабаны. Среди домашних животных опасно это чисто для свиней, поскольку поражаются домашние свиньи, дикие кабаны. И при попадании возбудителя заболевания в хозяйство, стопроцентное поражение хозяйства и летальный исход. Тем не менее, в Чувашской республике карантин продлится как минимум месяц. И добавлю, что в некоторых регионах страны АЧС фиксируется уже не первую неделю. За последние сутки новые очаги выявлены в республике Коми и Архангельской области. С этими регионами Чуваша не граничит. Человек-невидимка или как приставы пытались найти должника целый год. В одной из чубаксарских квартир никого не было. Однако долг за услуги ЖКХ рос. В итоге было принято решение о выселении. Кого выселять, если никого нет? И кто все-таки будет платить по долгам? Репортеры республики разбирались в вопросе, можно ли безнаказанно оставить квартиру без присмотра. Искать должника начали еще год назад. Ни соседи, ни сотрудники управляющие его не видели. Говорят, он уехал на заработки и оставил имущество без присмотра. За это время в квартире вырос осиной улей. И долг по коммуналке 100 тысяч рублей. По закону активные действия по выселению и продаже имущества должника судебные приставы начинают, если долг по налогам. А тут за пользование квадратных метров. Тяжба могла затянуться на годы. Ну тут более двух лет он не оплачивал. То есть управляющая компания выходила в суды, взыскивала судебные приказы, направляла к судебным приставам, но судебные приказы возвращались, так как невозможность ему что-то было взыскать. Несмотря на задолженность, выселить неплательщика на улицу нельзя по закону. В итоге ему предоставили другую квартиру, меньшей площади. Жилец перевез часть вещей и снова уехал в неизвестном направлении. Квартира с осами снова оказалась вроде бы как свободной, а вроде бы как и занятой. Трудность заключалась в том, что в квартире имелись вещи нанимателя. Мы его долго разыскивали. То есть сам пристав исполнитель свыше года. В конце концов мы его разыскали. Часть вещей он забрал и перевез в квартиру, которая была предоставлена ему с меньшей площади на улице Пирогова. Ну, после чего квартира была закрыта и опечатана. За год в Чебоксарах было подано около 20 исков к неплательщикам по услугам ЖКХ. Однако процесс взыскания таких долгов до сих пор затягивается на годы. Репортеры республики обратились к экспертам, чтобы выяснить, можно ли застолбить за собой муниципальную квартиру и не платить за нее, всего лишь оставив в ней личный скарб. Ольга Алексеева, Анастасия Братцева, Бахтияр Вилеев, Республика. 150 тысяч рублей штрафа назначил Верховный суд Республики блогеру, который осенью прошлого года устроил перформанс на Вечном огне в Мемориальном парке Победа в Чебоксарах. Сколько на самом деле может стоить хайп в интернете и почему за пренебрежение к памяти павшим Великой Отечественной предложили расплатиться любителям условно забавных видеороликов? Репортер Республики Ольга Алексеева почти час ждала появления обвиняемого в суде. За это время внимательно вчиталась в некоторые статьи Уголовного кодекса. Вот так, вальяжной походкой, сумкой на поясе и толстой цепью на шее за 10 минут до начала заседания обвиняемый появился у входа Верховный суд Республики. Сегодня выносит приговор. Вы жалеете о садейном? Конечно. Скажите, о чем вы думали, когда совершали такой поступок? Молодой и глупый. Молодой и глупый. С того дня, как чебоксарец пожарил сосиски, не прошел и год. Напомню, нашумевший инцидент произошел в ночь 21 на 22 октября 2020 года в Мемориальном парке Победа. Молодой человек поднялся на памятник и пожарил сосиски на пламени вечного огня. Видеозапись с музыкальным сопровождением и нецензурной бранью взорвала соцсети. Этот поступок вызвал общественный резонанс. Сам же молодой человек заявил, что дело это не ради хайпа. В зал заседания и в здании Верховного суда нашу съемочную группу не пропустили из-за ограничений по распространению коронавируса. Вот что нам рассказал государственный обвинитель. Приговором Верховного суда Чебоксары 24-летний житель города Чебоксары признан виновным в совершении преступления, предусмотренного в части 3 статьи 354 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть осквернение символа воинской славы, совершенное публично. И ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей в доход государства. Бюджет государства пополнится, но виновник решил, что за счет жителей республики. Как только он покинул здание суда, тут же выложил в сеть ролик с призывом немедленно всем ему помочь. Новый хайп. Вероятно, новое скандальное видео. Ну что, у меня отличное настроение. Я получил штраф в 200 тысяч. А это значит, что я хочу набрать кучу людей на новый ролик и заработать эти деньги, чтобы поплатить государству. Цель понятна, но непонятна. Действительно ли раскаялся блогер с одеянным и на что пойдут 50 тысяч рублей, которые останутся после оплаты долга. Ольга Алексеева, Георгий Кривошейн, Республика. Детские площадки, общественные пространства для молодежи, спортивные объекты. Как живут люди в нескольких десятках километрах от столицы Чувашии и чего все-таки не хватает в сельских поселениях для того, чтобы молодые люди оставались жить и работать на малой родине. Проблемы и перспективы Цивильского района обсудили руководитель Ассоциации по содействию развитию информационных технологий IT-кластер Чувашской Республики на встрече с Союзом Женщин Чувашии. Вероника Федорова уже 10 лет возглавляет администрацию Рындинского сельского поселения Цивильского района. Она, как никто другой, знает, насколько важен человеческий ресурс в деревне для развития местности. Но молодежь, что и дело, принимает решение уехать подальше. В сельском поселении у нас на начало работы было у меня почти 2000 человек. Сейчас, конечно, потихоньку уезжают в город. Уезжают в поисках, как многие думают, лучшей жизни. Но разрыв между деревней и городом в плане комфорта вполне можно сократить. Сейчас для этого существует множество государственных программ. Улучшаются общественные территории, благоустраиваются дворы, строятся дороги. Но все чаще последнее слово за цифровизацией. И чем больше сфер ей охвачены, тем лучше. Руководитель Ассоциации по содействию развитию информационных технологий IT-кластер Чувашской Республики Владимир Лидерман работает над программой доступного интернета в сельской местности. По инициативе Ассоциации в школах появляются новые компьютеры, открываются кружки по робототехнике. В одиночку деревня не справится. И, соответственно, я считаю, что должна быть разработана республиканская программа по цифровизации, по обеспечению недискриминационного доступа к интернету, в рамках которой как раз и должна быть решена задача последней мили, когда люди имеют равные с городом возможности по подключению интернета к себе домой. В обсуждении развития цифровых технологий на селе приняли участие члены Союза женщин-чувашии. Среди них много педагогов. Образовательный процесс сегодня действительно невозможно представить без компьютеров и интернета. Даже на смену меловым доскам пришли электронные. Для реализации проектов используются виртуальные книги. В отдаленных школах онлайн-экскурсии в ведущие музеи страны и мира. Мы продолжаем работу по сурскому рубежу. То есть на сегодняшний день наша задача максимально скрупулезно собрать сведения про непосредственных участников, увековечить их имена в книге памяти. И самое главное, чтобы это было в каждом районе четко проделанная работа, чтобы мы знали имена тех женщин, которые на тот момент совершили грандиозный, великий подвиг. На 1 сентября будут во всех школах уроки мужества. И я уверена, как в прошлом году наши женщины, Союза женщин присоединятся к этой акции. По программе, которую предлагает Ассоциация по содействию развитию информационных технологий, IT-кластер Чуварской республики, дети еще в детском саду начнут получать профильное IT-образование, которое продолжат в школе и в университете. Сегодня Раисия Иванова из Мариинского посада исполняется 97 лет. Почтенный возраст на самом деле для Чувашии не редкость. В регионе много долгожителей. Съемочная группа программы «Республика» поехала поздравить пенсионерку. Она одна из немногих, кто может рассказать, как строили сурско-казанский обранительный рубеж. Уважение к труженице тыла и уникальная встреча с удивительным человеком. Мы рыли окопы между деревнями Вторые Чикуры и Кужмары. Одни работали кувалдой, другие на носилках вывозили землю. Мужчины работали впереди, они долбили землю, а мы, женщины, вывозили эту землю за окопы. Великая Отечественная война началась, когда Раисе Ивановне было 16 лет. Сначала ей пришлось работать в колхозе. Когда немецкие войска уже стояли под Москвой, в Ставке Верховного Главнокомандующего было принято решение о строительстве оборонительных сооружений в глубоком тылу. Река Сура стала линией, по которой прошел рубеж. Нам повезло. Мы жили вблизи деревни. Днем ходили топить печь и в чугуне готовить картошку. Кто работал вдали от деревни, им было сложно. Без хлеба мы не сидели. Колхоз приносил нам хлеб и картошку. Был один человек, кто оставался и готовил еду. Сегодня Раисе Ивановне исполняется 97 лет. Но она до сих пор помнит самый страшный день своей жизни – 22 июня 1941 года. В селе была ярмарка. Все веселились, пока не появились всадники на лошадях. Слово «война» тогда никто, кажется, не воспринял всерьез. Слово «война» так и останется для нее на всю жизнь самым пугающим и громогласным из всех. И даже в день рождения на исходе десятого десятка в глазах Раисы Ивановой едва заметная грусть. Она прекрасно понимает, ее поздравляют как уважаемого человека, пережившего Великую Отечественную. Наталья Гордеева, Алексей Зотиков, Георгий Кривошейн, Павел Лисицын, Республика, Мариинско-Посадский район. В Сугайкосах появилась умная остановка. Электричество от солнечных батарей, отопление зимой и кондиционер летом. Бесплатный Wi-Fi, телевизор, мини-библиотека и детский уголок. Считай, комната отдыха. Жителям Сугайкосов, можно сказать, повезло. Теперь ожидание транспорта без преувеличения превратится в приятное времяпрепровождение. По сути, обычный остановочный пункт стал центром притяжения. Дети с удовольствием заходят сюда поиграть, но некоторые взрослые по старинке ждут обветшавшей остановки. Местные уже окрестили павильон музеем с расписанием маршрутов. Жители могут скачать специальное приложение на телефон. На онлайн-платформе размещены расписание автобусов и карта маршрутов. А через какое-то время появится и возможность в режиме реального времени следить за тем, где находится нужный автобус или маршрутное такси, а, соответственно, планировать свое время. Я, допустим, бегу, спешу, опаздываю на автобус, я открываю телефон, рассмотрю, успеваю ли или не успеваю. Там приехал автобус, не приехал. Ну, чтобы можно было и удаленно проводить контроль автобуса. То есть мы стремимся к этому и, думаю, это доделаем. На этом благоустройство деревни Сугайкосы не закончится. У новой остановки уже начали разбивать парк. И в конце выпуска приятная новость для всех вакцинированных от коронавируса. Премьер-министр правительства страны Михаил Мишустин подписал указ о розыгрыше среди тех, кто к началу осени и до 1 декабря успеет поставить оба компонента прививки и получит QR-код на портале Госуслуг. Разыграют тысячу призов по 100 тысяч рублей каждый. Выбирать победителей будут методом случайной выборки. По последним данным, это цифры на 13 августа. В республике прививают почти по полторы тысячи человек в день. Всего защитились от коронавируса 227 тысяч жителей Чувашии. В России оба компонента вакцины получили 33 с лишним миллиона человек. То есть шанс выиграть приз от правительства довольно невелик. Но зато можно предположить, какой будет радость от победы. Это главные новости Чувашии к этому часу. О ваших сообщайте по телефону редакции 8 926 21 5 21 21. Этот же номер во всех популярных мессенджерах. На этом у меня все. Я, Татьяна Трофимова, прощаюсь с вами. Вакцинируйтесь и берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова